Всем привет-привет! Рада всех видеть на своем канале. Всем отличной недели! Сегодня мы с вами сделаем расклад на тему «Учитесь ли вы в жизни на самом деле или создаете иллюзию обучения?». Последнее время, прочитав книгу «Две жизни», у меня появился такой девиз, который взят из данной книги, и говорит он о том, что знать равно уметь. То есть если мы чего-то в жизни не умеем, это значит мы не знаем. И всю ту информацию, которую очень часто мы поглощаем, если по факту мы ничего не делаем, мы не можем применить ее на практике, значит эта информация была бессмысленная. Потому что любая информация, которую можно применить, которой можно пользоваться, она становится умением. Поэтому уметь равно знать и наоборот. Так, давайте мы тогда посмотрим. Выбирайте позиции, камешки, колоды, кому как что нравится. В описании под этим роликом есть тайм-коды, есть также ссылка «Мои услуги». Заходите туда, смотрите всю необходимую вам информацию. Ссылка на мой телеграм-канал. И также под этим роликом есть ссылка на мой второй канал с короткими раскладами. Ну а мы с вами сразу приступим. А, прежде чем приступим, тоже хочу сказать такую ремарочку. Этот расклад, он введен в мой дневник раскладов. Раскладов, кому интересно, неважно вы любители, либо вы профессионалы, если хотите иметь готовый дневник с раскладами, с готовыми вопросами, не заморачиваться над темами, либо просто вдохновляться, можете его приобрести. Он также есть по ссылке «Мои услуги». Ну а мы приступим. Отодвигаем эти колоды, пока они нам не нужны. Так, туда подальше. И приступаем. Позиция номер один. Голубенький камешек. И мы с вами будем смотреть. Первый вопрос. Что вы изучаете? Вот на данный момент. Есть ли что-то, что вас интересует? Что вы вовлечены? Что вы изучаете? Смотрим. Что вы изучаете? Только кубков. Но на данный момент я не вижу, чтобы вы были во что-то вовлечены, либо что-то изучали. Пока, знаете, такое расслабленное состояние. А может быть, слушаете что-то, не знаю, смотрите какие-то фильмы, либо если слушаете какую-то литературу, либо читаете, она такая легкая, более развлекательная. То есть это не то, что, как это правильно сказать, забирает у вас энергию, да, то есть то, во что вы вовлечены. Либо как вариант, да, вы изучаете как раз-таки то, как можно управлять своими эмоциями, как можно находиться сейчас в балансе, в равновесии и быть легкой, да, то есть здесь ключевое легкое-легкое отношение к жизни, легкость, некий такой праздник в вашей жизни. То есть, возможно, вы поставили для себя такую цель, вот, что я хочу понять, как это жить легко и просто, да, играючи и припеваючи, да, и при этом находиться вот в балансе, в гармонии. Как вариант, такой тоже может быть. Чему вы учитесь? Вот чему вы учитесь? Делать правильный выбор, определяться, да. Во-первых, здесь человек понимает дуальность данного мира, да, то есть насколько эта бинарность проявлена в нашем мире, как она существует, как она выражается. С другой стороны, вы обучаетесь умению транслировать свою внутреннюю красоту, гармонию, уметь ее замечать в мир. Ткан влюбленных у нас, помимо выбора, говорит еще и о красоте и принятии. То есть здесь, возможно, вот это все вместе соединено, либо по, как это сказать, по отдельности, да, для каждого, либо для кого-то, вот исходя из того, что я сказала, да, сейчас ранее, что изучаете. Вы учитесь сейчас принимать, принимать дуальность, да, находиться именно в состоянии внутренней красоты и гармонии и эту красоту транслировать вовне, либо замечать ее вовне. То есть сейчас обращаете внимание на все самое прекрасное, на все самое, я не знаю, что-то такое возвышенное, но эта красота, она вас не обременяет, она, наоборот, создает вам какую-то легкость, она вас наполняет. То есть сейчас вы учитесь делать выбор жизненный, да, то есть как эти по жизни, не исходя, не опираясь, скорее всего, на логику, а опираясь на свое состояние, насколько вы ощущаете себя легко, насколько вам это нравится, насколько вам приятно, насколько вам комфортно, где вы чувствуете какое-то расслабление, успокоение. То есть здесь такие моменты идут. Еще чему вы учитесь сейчас, но учитесь не разочаровываться, да, то есть как минимум не очаровываться, когда получается. Не очаровываться, воспринимать жизнь такое, какая она есть. Есть, здесь идет момент эмоционального взросления, да, то есть какой-то эмоциональной зрелости, когда, скорее всего, вы обращаете внимание на то, что вы имеете, а не на то, что вы утратили. То есть наоборот, ваш взор направлен на то, что вы хотели бы иметь, да, я скажу так, больше идет на будущее. Еще чему вы учитесь? Акан-мага. Учитесь быть, как раз и то, что я говорила, да, уметь знать. Маг – это тот, кто и умеет, и знает, и может, и делает, да, то есть тот, который управляет своей жизнью через понимание законов и является неким таким потенциалом. Ощущение того, что вы сейчас учитесь раскрывать свой потенциал, да, то есть, возможно, то, во что вы верите, вы сейчас стараетесь, во-первых, этому соответствовать, а во-вторых, как будто бы это и практиковать, да, то есть здесь ваши слова имеют сейчас на данный момент большой вес в вашей жизни. Здесь идет вот раскрытие вашей силы какой-то. Что за силу вы здесь раскрываете? Ну, вы прекращаете обманывать себя, прекращаете жить в каких-то иллюзиях, да. Вы как будто бы здесь наметили для себя новый путь в жизни, такой более реалистичный, и стараетесь соответствовать ему. Хорошо, насколько вы используете информацию во благо, да, то есть применяя для того, чтобы улучшить качество своей жизни, либо просто поглощаете, да, информацию, то есть насколько ее используете, либо просто поглощаете. Смотрите, здесь может быть по-разному. Бывает такой этап, когда вы очень много получаете этой информации, у вас есть желание прям что-то практиковать, делать, пробовать, но вы как будто бы быстро перегораете, да, не хватает запала, не хватает какой-то вот долгосрочности. Может быть, что-то изучили, да, начали это применять, а потом как-то в процессе переключились на что-то другое, вот, и оставили свою практику. То есть здесь вас надолго, на практику не хватает. Смотрим еще, да, насколько вы используете информацию, либо просто поглощаете. Ну, на данном этапе вы пока просто поглощаете, либо есть какое-то желание, да, начать практиковать, но это пока находится на уровне желания. Здесь есть очень много придуманных каких-то вещей, да, то есть есть какие-то моменты, которые... Здесь ощущение того, что ваш ментал, он сейчас перегружен, да, ментальное поле. То есть тот архив информации, который у вас есть сейчас, он подлежит либо обновлению, либо очищению. То есть очень важно высылать какое-то пространство для чего-то нового. И здесь необходимо сделать чистку, да, в своей голове. Нужное заархивировать, не нужно выбросить для того, чтобы вы почувствовали себя как раз-таки вот более легкой. Именно поэтому, наверное, сейчас такой процесс и период вам дан, да, для того, чтобы вы много не принимали сейчас какой-то информации. То есть акцент сделан, смещён больше на лёгкость, на восприятие жизни, на проживание, больше на эмоциональный план. То есть мы видим, да, здесь помимо семёрки мечей и девятки мечей нету больше мечевых арканов, мечевых арканов. Но при этом присутствует маг как возможность, да, это всё получить. Вот. Поэтому сейчас вы не поглощаете и не используете, да, если используете, то минимальный какой-то процесс и на вас надолго не хватает. Не знаю, может быть, из-за того, что было лето и не было вот как-то, не знаю, настроя такого. Вот. Но, мне кажется, начиная с осени этот настрой у вас появится. Поэтому, ну, и сделайте ещё необходимую чистку. Хорошо. И наш основной вопрос. Учитесь ли вы на самом деле или создаёте иллюзию обучения? Учитесь? Или создаёте иллюзию? Нет, учитесь. Учитесь, причём учитесь хорошо, хочется сказать, прилежно, да. Учитесь хорошо и прилежно. Но вы учитесь здесь не через взаимообучение, по изучению какой-то информации, да, там, не знаю, литературы, там, прохождение каких-то курсов. Нет. Вы учитесь через взаимодействие с людьми. То есть сама жизнь вас учит. Учит, и благодаря вот этим учениям, да, вот здесь вот я могу сказать, вообще по жизни не в данный момент, сейчас просто перерыв какой-то у вас идёт, а вообще по жизни вы на основе этих учений, на основе того, что вы понимаете, вы выстраиваете свой фундамент. То есть вы всегда опираетесь на те знания, которые получаете. То есть у вас знать это действительно уметь. Вот в вашем случае это так. Вы не просто умеете, но вы ещё и совершенствуете как-то свою жизнь, улучшаете, преображаете. То есть есть фундамент. Вы соответствуете. Здесь есть полная конкурентность ваших, вашим знаниям, да. То есть вы соответствуете тому, что знаете. Десятка мечей. Здесь идёт завершение каких-то уроков, да, кризисных. То есть здесь, скорее всего, человек понял, что просто поглощать информацию нету никакого смысла. Здесь какой-то действительно более зрелый и более серьёзный подход, но при этом он не тяжёлый. То есть обучение здесь идёт в удовольствие. Удовольствие, я могу сказать, и приносит как раз-таки ещё и плоды. Здесь идёт завершение каких-то кризисных моментов. Да, вот то, что я сказала. Девятка кубков. И вы получаете удовольствие. То есть здесь как будто бы человек наконец-таки понял и для себя, да. Кто-то, может быть, даже и осознал, что значит учение, да, что значит по-настоящему я чему-то научаюсь. И как минимум понимает, для чего. То есть здесь процесс вообще обучения, он вам очень нравится. Он приносит вам удовольствие. Здесь нету обучения из-под палки. И опять же таки уточню. Обучение здесь идёт через взаимодействие с другими людьми, через взаимодействие с миром. Здесь нету, а вы не учитесь уже, я не знаю, каких-то там наставников, либо не проходите какие-то курсы. Ну то есть вам не нужно. У вас здесь выработан какой-то другой подход, другой взгляд на жизнь. То есть вы учитесь как-то по-другому. Не знаю, может быть, кто-то из книг учится, может быть, кто-то на собственном опыте, да, исключительно через наблюдение, понимание. То есть здесь уже как будто бы не нужны костыли. Здесь человек самостоятельный. Вот. Здесь человек самостоятельный. Как-то так. Это была у нас с вами первая позиция. Сейчас я её соберу быстренько. Так, убираем этот камешек. Он нам больше не нужен. И мы с вами переходим к позиции номер два. Красненькому камешку двоечки. Так, двойки, смотрим вас. Смотрим вас. Что здесь у вас происходит? Учитесь ли вы или создаёте иллюзию? Первый вопрос. Что вы изучаете сейчас? Если что-то, что вы изучаете сейчас? Карты прыгают. Карты прыгают. Изучаете ли вы сейчас что-то? Здесь такое ощущение, что вы сейчас не изучаете в контексте понимания смысла этого слова, то есть изучаю, а вы, скорее всего, здесь что-то уже практикуете. И в данном случае практикуете силу духа. Сейчас, пока выкладывала, вот прям пришла информация и убежала. Да, вы здесь как будто бы, знаете, практикуете, что практикуете. Сейчас скажу. Умение как-то вдохновиться полученной информацией. Вы здесь не получаете информацию от кого-то, от людей. Вы здесь получаете информацию либо через людей, то есть в контексте каких-то знаков, подсказок. Это может быть какое-то выражение, может быть какое-то предложение. Какой-то разговор услышали мельком, и он вас навел на какую-то идею. То есть здесь идет процесс вдохновения. То есть вы вдохновляете какой-то информацией, либо получаете ее мельком. Ну, может быть, от высших сил. Здесь вот мне как-то с тонкого плана идет больше информация, которая приходит к вам. И здесь вы как будто бы изучаете то, как быть более стойкой, как быть таким человеком, которого невозможно было бы раскачать. То есть как это правильно-то объяснить эту информацию. Изучаете то, как быть, ну, проще скажу, наверное, как уверенный, как уверенный быть в себе, как применить свою волю таким образом, чтобы на вас никто не мог повлиять. Чтобы вот эта вот суета будней, которая присутствует, чтобы она не пошатнула вашу внутреннюю какую-то уверенность, ваши внутренние идеи. То есть здесь, получается, вы получили какую-то информацию, и вы стараетесь ее в себе сохранить. Но здесь не в контексте оберегания, да, от кого-то, а наоборот, превратить эту информацию вот как будто бы по кирпичикам в какой-то свой внутреннюю башню, да, в которой вы чувствовали бы себя уверенно, и чтобы какие-то внешние факторы на вас не влияли. То есть вы изучаете что-то такое. Ну-ка, давайте уточним, что вы тут изучаете. Пятерка кубков. Может быть, здесь кто-то изучает. Здесь опыт идет. Здесь, опять скажу, нету информации, то есть курсов, вебинаров и вот такие тренинги здесь нету. Здесь вы самостоятельно работаете сами собой через то, что вы, возможно, анализируете, да, те моменты, когда где-то чем-то очаровывались, да, то есть здесь, но, опять же, я не могу сказать, что это какой-то вот анализ такой серьезный, где вы погружаетесь, там, я не знаю, стараетесь что-то осознать, понять, здесь нету мечевости, здесь нету мыслительных процессов. Вы, скорее всего, задаетесь вопросом, да, как такое случилось, почему я, не знаю, повелась на то или другое, почему на меня это повлияло, с чего вдруг я решила, что здесь мне нужно расстраиваться, то есть вот какие-то такие вопросы в формате житейно-бытовой какой-то среды, я не вижу, чтобы здесь было что-то такое философское, но и одновременно это самопознание, но какого-то более легкого формата, без углубления, но и сказать, что это вот прям совсем так по верхам, тоже не могу, что-то такое среднее, когда вы задаетесь вопросом, и вы получаете как-то ответ, сразу, не знаю, может быть, кто-то практикует здесь хроника каши, почему-то у меня такое вот идет, либо каким-то образом настраивается с информационным полем, и вот такой здесь диалог, либо вообще просто в пространство начинает говорить, ну почему это произошло, то есть здесь человек взаимодействует с пространством, как будто бы, если бы это пространство было бы каким-то человеком, то есть человекоподобный, начинает с ним разговаривать, и пространство ему отвечает, здесь какая-то такая форма взаимодействия, взаимодействия, так, и вы сейчас это изучаете, как раз таки, еще что вы изучаете, что изучаете, ну вот видите, вы мир, аркан мира, вы познаете мир, сейчас вы познаете для себя мир, познаете, что такое единство, всего со всем, какую роль вы играете в этом во всем, здесь интересная такая, здесь формат игры, действительно, с одной стороны, а с другой стороны, такой интересный достаточно подход, вроде бы вы как будто бы к таким серьезным вселенским понятиям, которые там, я не знаю, изучает метафизика, либо квантовая физика, то есть какой-то такой достаточно научный подход, вы к этому относитесь, не то чтобы с детской позиции, а вот как-то легко, это вот как пример, мне здесь показывают, есть научные какие-то деятели, которые совершают эксперименты в лабораториях, какие-то серьезные исследования, и они приходят к тем же самым выводам, что и приходите вы в своем каком-то, я не знаю, примитивном наблюдении, то есть есть, допустим, астрономы, которые изучают космические тела, и у них, значит, есть всевозможные эти инструменты необходимые, эти подзорные трубы, прям с такими зеркалами увеличительными, сильными, мощными, то есть серьезные такие инструменты, и как будто бы вы изучаете примерно то же самое, но в домашних каких-то условиях, с каким-то детским там, я не знаю, калейдоскопом, либо как это, подзорная труба, но она какая-то игрушечная, купленная в магазине, то есть, но получаете одни и те же результаты, вот здесь об этом я хочу сказать, то есть вы познаете примерно то же самое, что и серьезные люди, ученые, вот, но приходите к этому в каких-то своих бытовых условиях, с примитивным каким-то инструментарием, подручным, и получаете примерно те же самые результаты, то есть вас как будто бы интересуют какие-то глобальные моменты касаемо вашей жизни, да, но только если ученые смотрят с точки зрения, например, там человечества, эволюции и так далее, то вы здесь смотрите с точки зрения самого себя, либо самой себя, здесь вот какие-то такие моменты идут, хорошо, а чему конкретно вы, то есть то, что вы изучаете, мы поняли, да, изучаете Вселенную, себя и как это все взаимосвязано, а чему конкретно вы учитесь? Башню. Разрушать все то, что как-то гложет вас, да, то, что отягощает, убрать все ненужное, изучаете то, как можно жить в гармонии, вот то, что я сказала здесь, да, по аркану силы, то есть выстраиваете внутри себя какой-то фундамент, который бы стал непоколебимым для внешних влияний, то есть вы стараетесь как будто бы научиться быть в любви и гармонии, да, внутри себя, светить, излучать свет, счастье, радость, любовь и так далее, таким образом, чтобы не попасть под влияние, не знаю, других людей, каких-то ситуаций, то есть укрепить свой дух, вот свой внутренний дух, у вас есть вот такая потребность укрепить, какая-то закалить. Так, еще чему вы учитесь? Девятка жезлов. Также учитесь отстранению как-то от своего прошлого, в чем вы как раз таки молодцы, потому что я помню, месяцев 8, наверное, назад, двойки всегда были ориентированы на прошлое, даже примерно год назад, а вот за прошедший год вы прямо очень сильно выросли, да, и стараетесь ориентироваться не на прошлое, на данном этапе вы ориентируетесь уже на момент здесь и сейчас. Вот видите, аж у меня там соседи запели. Соседка очень хорошо играет на пианино и практикует сейчас пение и игру на пианино. Вот видите, прям такое ощущение, что через нее вселенная говорит, что вы делаете абсолютно все верно, все правильно, да, то есть такое чувство, как будто бы ангелы здесь вам поют и восхваляют вас, что вы делаете верно. С одной стороны, отстраняетесь от прошлого, но не то, чтобы вот как-то отрезать полностью, а просто стараетесь не фиксироваться в прошлом, а двигаться дальше, да, то есть здесь ощущение того, что вы действительно развернулись и ориентированы стали уже на будущее, а не на прошлое. То есть то, что вас здесь обременяет, то, что становится сложным, да, вы это уже сейчас разрушаете. Могу сказать, что вы действительно окрепли. Вот я не вижу уже у вас маленького ребенка, да, я вижу наоборот уже у вас, ну так скажем, школьника где-то четвертого, пятого класса, да, вот как-то так. Насколько вы используете информацию во благо, либо просто ее поглощаете. Давайте посмотрим, насколько вы ее используете, либо просто здесь поглощаете. Смотрите, во-первых, у вас очень хорошо выстроен канал, да, четверка сосудов здесь говорит напрямую о том, что есть помощь свыше, да, вы, ну, вам передаются какие-то знаки от высших сил, и здесь, ну, здесь знаете как, насколько вы поглощаете, да, 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 здесь у меня идет так, да, собираете эту информацию, накапливаете, накапливаете, и совершаете очень медленно, очень медленно шаги по направлению к тому, как использовать эту информацию, то есть здесь выстроен очень мощный канал взаимодействия с тонким планом, то есть это как будто бы для вас какая-то новая глава в контексте практики, то есть информация у вас есть, ее много, но я не чувствую, что здесь как-то был бы перегружен, да, перегружено ваше ментальное поле, нет, здесь информация столько, сколько нужно, просто вы ее как будто бы накапливаете и очень медленно применяете, вот именно в контексте применения это для вас новая глава, это для вас новое какое-то начало, то есть получать информацию вы умеете, а хочется заземлять ее пока еще нет, но вы идете в этом направлении, да, то есть вы уже приняли решение, что будете практиковать, уже будете пробовать, и могу сказать, что вы совершаете первые шаги в этом направлении, уже получаете первые результаты, но они очень маленькие, но результаты здесь есть, насколько вы используете, да, информацию, благо да здесь по аркану справедливости могу сказать что здесь уже пошли перемены раньше такого не было до раньше вам было сложно раньше вы держались как-то за за информацию за то что вам было привычно здесь вообще люди выросли вот могу сказать что очень сильно выросли да это как раз таки в контексте того тише едешь дальше будешь вот это вот про вас да то есть вы вроде бы очень медленно 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 ехали и все я думала когда же когда же здесь начнутся перемены и вдруг неожиданно до оглянувшись назад оказалось что черепаха выиграла гонку у зайца вот это вот про вас вы не хотели здесь меняться вам было сложно вам было некомфортно да но сейчас вот действительно произошли какие-то серьезные очень интересные изменения вашей жизни насколько вы используете во благо информацию либо просто поглощается да конечно вы ее используете используйте на на развитие да вы развиваетесь это процесс я не могу сказать что здесь есть конечные результаты прям стопроцентно что ваша жизнь изменилась нет но вы уже видите маленькие результаты того чему вы научились и если вы будете эту информацию применять как каких результатов вы можете достигнуть самое главное здесь вас не спугнуть хочется так сказать потому что здесь может быть такое что человек увидит свои результаты скажу а это действительно работает и почему-то не увидят это в плюсе увидят минусе испугается потому что вот эти какие-то результаты до чего вы здесь можете испугаться испугаться того что если это работает и это работает плюс не значит это может работать и в минус не знаю почему то здесь так идет не знаю почему вы выбрали именно минусовую ориентацию да в этом подходе то есть вот это вот может вас испугать что если это работает в плюз до этой информации ее применяю она работает и вот то есть вместо того чтобы подумать о том что окей надо теперь то что работает оставлять преувеличивать и двигаться в этом направлении вы почему-то увидите обратную сторону медали и вот эту обратную сторону медали вы можете испугаться и можете здесь закрыться поэтому будьте внимательны не надо вам пугаться до сразу переключайте свои мысли на позитивное так ну и последний вопрос ключевого нашего расклада учитесь ли вы на самом деле не создаете иллюзию обучения учитесь ли вы либо создаете иллюзию нет вы не создаете иллюзию да здесь вы действительно учитесь почему делаете это с любовью либо через любовь через удовольствие становитесь мудрее и это радует это вас наполняет нет вы здесь не создаете иллюзию обучения а наоборот вот как-то через обучение помимо того что это приносит вам удовольствие вы еще и как-то исцеляетесь да то есть здесь идет исцеление развязывание каких-то кармических узлов очищение на рождение чего-то нового до рождение чего-то нового десятки пинда видите могу сказать в некоторой степени что вот конечный результат он очень напоминает первую позицию они тоже приходят к десятке пинда кле но немножко другим путем по-своему вот вы идете как-то больше по эмоциям не совсем логически то есть вы идете знаете как слепой котенок на ощупь и на основе своих каких-то инстинктов то есть как будто бы при взаимодействии со вселенной с природой вы получаете ну просто здесь путь другой да вы получаете тот же результат что и единички только путь у вас немножко другой инструменты у вас немножко другие но вот вы сегодня меня очень сильно порадовали я я рада я рада за вас двоечки что вы действительно учитесь и опять же таки пускай это будет очень медленно но учитесь и это вот как-то долгосрочно да ваш путь он он другой он другой он более легкий вот легкий не в контексте того что у вас нету сложности а вашем подходе ощущение того что это игра что это вот какой-то детский подход но он при этом рабочий вот как-то так здесь так это у нас были двойки молодцы молодцы двоечки растут вот я просто сейчас вспоминаю энергии ваши год назад и сейчас вот во первых очистились ушло очень много обид сожалений не знаю вот этот вот жертвенность которая постоянно присутствовала она здесь ушла здесь человек вот действительно очистился хочется сказать что вы как каким-то образом очистились так ну и мы переходим с вами в третьей позиции зелененькую конюшку стране конюшки не видны нет позиция номер три троечки смотрим вас что вы тут изучаете на на данном этапе что изучаете на данном этапе девятка мечей по шпиндакли изучаете на данном этапе свои страхи страхи стараетесь найти в них какой-то свой потенциал здесь вы действительно изучаете свои мыслительные процессы и в большей степени почему вы сами себя накручиваете в чем-то где вы сами себя пугаете здесь я не могу сказать что вы изучаете свои эмоции но здесь скорее всего человек который изучает свои модели поведения ему был дан шанс какой-то и он использует этот шанс что еще вы изучаете сейчас новые какие-то форматы взаимодействия с людьми общение коммуникации да здесь как-то по-новому ощущение того что возможно раньше вы как-то не знаю чего-то боялись особенно если это касалось каких-то действий да почему потому что была какая-то такая готовность защищаться что сразу вдруг на меня нападут сразу будет критиковать сейчас эта энергия сменилась сейчас присутствует энергия того что я хочу изменить свою модель модель видения коммуникации здесь появилась открытость я могу сказать что вот прям на сто процентов вы открылись нет но здесь уже присутствует вот какая-то открытость к людям здесь человек как будто бы понял что вот в энергиях страха в энергиях и вот этих вот негативных есть потенциал здесь появилось желание применить этот потенциал во благо да то есть если ранее был подход через допустим негатив то сейчас здесь подход через позитив в прямом смысле вы можете менять какие-то свои мысли отлавливать их если они от края окрашены минусовым полюсом то вы осознанно стараетесь превращать их в плюс и идти то есть допустим да то чего вы боялись сейчас вы просто берете и делаете и самое интересное что вам это удается и нету какого-то сопротивления то есть я если раньше вы что-то когда надо было сделать вы как-то боялись сомневались но здесь нету неуверенности здесь как-то я боюсь и вот какая-то категоричность я не буду это делать я не хочу да то есть она сопровождается не то что вот вы как-то мяблите какая-то неуверенность нет здесь через через какой-то вот злобу идет через агрессивность это было ранее а сейчас вы как будто берете вот эти вот свои какие-то установки и говорите боюсь все значит пойду и буду делать здесь во первых изменилась ваша энергия она стала более спокойная вы стали более более мягче более расслабленней каких-то моментах все больше разрешаете себя отпустили вот из ежовых рукавички не полностью но уже в большей степени то есть здесь появилась какая-то гибкость ушла категоричность консерватизм в каких-то момент тогда здесь полностью изменились энергии могу сказать здесь больше позитива здесь больше света появилось здесь появилась наконец-таки желание двигаться дальше что еще вы здесь изучаете аркан суда ощущение того что вы изучаете здесь какие-то законы мироздания то есть это может быть даже связано с информационным полем да то есть то что связано с кармой то человека здесь появилось желание разобраться в этом вопросе да что же такое причинно-следственная связь что такое судьба что такое карма как это вообще работает может быть кто-то стал изучать прошлое до прошлое свои какие-то корни предки предков там не знаю понять какие национальности были до ваших ветках какова ваша кровь не знаю может быть напрямую кто-то делает тесты днк днк чтобы понять да какой национальности вы принадлежите то есть вот все что связано с ну не знаю может кровь кровные родственники какие-то кто-то ищет может быть это также связано с прошлом может быть кого-то здесь заинтересовала история но история не в контексте того что изучает да в школе а настоящая истинная история то есть человека изучает информацию как все было на самом деле не то что здесь преподается на самом деле то есть здесь совершает какие-то исследования да действительно нас поставляет факты смотрят где есть какое-то искажение здесь человек не могу сказать что в этого как-то повзрослели но вы встали на ступеньку выше это однозначно и здесь человек который задался вопросами своих задач миссии призвания то есть если встают вопросы профессиональной деятельности то здесь человек задается вопросами как я могу реализовать себя в жизни так чтобы использовать свой потенциал по максимуму использовать свои навыки и умения по максимуму я не могу сказать что здесь присутствует какое-то вот служение знаете вот именно в любви там я не знаю во благо другим людям нет здесь присутствует эгоистичные моменты тоже но такого знаете здорового эгоизма до что я не нахожусь еще на том уровне да когда я полностью забываю о себе и служу людям здесь нет такого но есть вот полное такое желание чтобы люди использовали вас как инструмент достижение своего собственного успеха слышится немного как-то это чтобы пафосно некорректно наверное попробую пояснить мысль то здесь не просто желание помочь другим а желание чтобы использовали но в кавычках использовали да чтобы обращались к вам за помощью в том что чтобы вы могли реализовать какое-то свое служение но здесь нету альтруизма и ну то есть это пока вам и не нужно это не ваш уровень но вы намного выше чем вы были там не знаю год назад это сто процентов здесь энергия изменилась что еще вы изучаете четверку жезла знаете здесь ли мы говорим в профессии в контексте профессии да то здесь кто-то может быть заинтересовался недвижимостью до риэльтеры что-то такое либо организация каких-то праздников пикников не знаю причем организация каких-то праздников на природе я кстати увидела очень классную идею недавно в тик токи девочка создавала организовала романтические вечера там не знаю для парочки да либо для компании то есть такая достаточно интересная идея что она конкретно делала да там не знаю пара ей говорила что-то ну не знаю к примеру мужчина да хочу организовать для девушки романтичные какое-нибудь свидание и вот где-то на природе она находила красивое место да это было очень красиво оформлено ну то есть не просто пикник да какой-то там покрывала поверх земли был такой маленький красивый столик до были свечи красивые приборы но при этом это все было на природе и очень гармонично вписывалась и вот она говорил о том что я рискнула это сделать и эта идея выстрелила да то есть очень много было заявок на то что иногда знаете одну людям романтично просто не хватает фантазии до хочется сделать что-то такое приятное и тут есть люди до которые могут организовать вот это вот романтическую какой-то такую встречу именно на природе да это не просто там заказать ресторан да и вкусную еду там со свечами либо дома нет это именно на природе это очень очень так красиво и при этом гармонично вписывается в природу то есть здесь нету нарушения того что пришли люди да там поели оставили свой мусор и ну засорили природу нет это было очень все красиво организовано вот как здесь что-то такое здесь есть какая-то потребность в красоте потребности в обновлении то есть что-то чтобы вас наполняла но это такое знаете как мне показывают здесь человека в доспехах который вдруг на доспехе сорвал какой-то маленький такой знаете полевой цветочек и прикрепил к своим доспехам это кажется ну с одной стороны мило а с другой стороны очень забавно ну потому что цветок как украшение на доспехе но не очень-то и вписывается да то есть вот энергия сама по себе марсианской до военного человека в доспехах и тут вдруг что-то такое венерианское вот это вот как раз кипаж и энергия сейчас да то есть как будто бы как-то смягчились ощущение того что робот вышел как-то на природу и вот он увидел цветок и захотел его понюхать но в силу того что он робот и в этом искусственном интеллекте не заложена такая функция да как эмоциональность либо там есть на функция того чтобы понюхать этот цветок вот но он старается подражать на вот этому действию чувствует нюхать этот цветок вот здесь какая-то такая энергия сменилась так чему вы учитесь чтобы изучать мы смотрели на чему вы учитесь выучить и жить по-новому абсолютно по-новому в новых энергиях в новом сознании вы учитесь тому как можно двигаться дальше но двигаться по-другому отшельник он более замкнутый а здесь у вас идет и на как-то появилась больше еще расскажу света я не знаю как то что я ощущаю облатить в какую-то форму да словесную но здесь вот как будто бы я не знаю у человека появился как это называется знаете как у святые да вот это свечение вокруг головы ореол вот этот появляется вот что-то такое вокруг вас вот этот вот ореол появился но он появился потому что вы изнутри светитесь ну то есть представьте некого опять-таки аллегория на искусственного интеллекта некого такого робота который начинает изнутри светиться вот это вот вашей энергии чему вы учитесь вы учитесь сейчас вот этому свечению учитесь жить по-другому не исходя из опыта вот какой-то я старый воин да а слов любви не знаю вот здесь вот этого старого воина как будто бы учат сейчас любить опять же таки отсылка к сказке страшилище да красавица и чудовище вот это вот чудовище он должен превратиться в принца и вот это вот сейчас с вами происходит этому вы сейчас учитесь да какому-то новому опыту то есть те знания которые вы получили как вы их можете не знаю использовать на на практике вы идете достаточно неуверенно вы учитесь сейчас доброте чистоте открытостью открытости доверию детскости видите то здесь какие-то темные да были энергии а потом неожиданно появились жезлы учитесь тому как реализовывать свои желания да какие-то новые амбиции у вас появляются вы как будто бы заново учите жить то что я уже сказала хорошо насколько вы используете информацию тут который вы получаете да во благо либо просто поглощаете ее да то есть принимаете принимаете и не практикуете вот насколько такое происходит вы сейчас учитесь фильтровать информацию я не могу сказать что вы здесь прямо сразу практикуете но и с другой стороны вы как будто бы научились отсеивать ненужную информацию то есть ваша задача сейчас научиться правильно оценивать необходимую вам информацию вы уже не относитесь к той категории людей которые вот поглощает все подряд так как было раньше вы уже сейчас отсеиваете ну то есть это элементарно если смотрите ленту в соцсетях то просто прокручиваете то что вам не нужно то что нужно действительно вы останавливаетесь фиксируетесь на этой информации изучаете то есть более какой-то такой осознанный подход и вы сразу чувствуете что у вас больше пространство освободилось то есть я чувствую здесь наличие легкости уже нету вот причем смотрите нету тяжести причем смотрите здесь как происходит раньше возможно вы тоже сохраняли нужно вам информацию говорили это я почитаю потом либо я это посмотрю потом сейчас сейчас вы глядя на информацию вы уже можете сказать что вот это вот потом она никогда не случится и насколько бы вам эта информация была интересно не было бы интересно вы ее все равно уже не будете откладывать то есть даже из полезной и нужной информации вы вы ее тоже фильтруете вы ее тоже просеиваете вы действительно здесь берете только то что можете использовать в моменте здесь и сейчас то есть то что идет на потом она вам уже не нужно почему потому что вы понимаете что это потом никогда не наступает и быть может там я не знаю кто-то в компьютере почистил вот эти вот все архивы на потом и понял сколько много полезной информации но я не осилю я не осилю не сейчас и а потом придет какая-то новая информация поэтому нету смысла это хранить на здесь такое ощущение что выбросили очень много ценной информации но это ценная информация она все равно бы вам сейчас ничего не дала потому что вы бы ее сейчас не изучали а просто так ну это знаете как библиотека сохранять и иметь самую классную библиотеку и не пользоваться ну хочется сказать это грех вот здесь вот понимание что вот это вот грех и я этим делать не не буду то есть вы здесь используйте сохраняете информацию только ту которую будете применять вот прям сегодня завтра все что на потом это убирается если что она потом сама всплывет когда нужно здесь такие моменты так а еще насколько вы используете информацию или просто поглощаете нет вы используете только ту информацию практичную которую вот можно в моменте использовать так это я уже сказала смотрим дальше учитесь ли вы на самом деле или создаете иллюзию обучения учитесь или создаете или создаете иллюзию обучения так секундочку закрою дверь так секундочку закрою дверь это мне мама пришла собаки будет сейчас гавкать секундочку так учитесь ли или создаете иллюзию я точню двойку мечей по поводу иллюзии нет вы учитесь да учитесь учитесь смотрите во второй позиции там тоже было какое-то медленное обучение медленное какое-то развитие у вас оно вот это вот медлительность да она идет по-другому вы не то чтобы медленно обучаетесь вы учитесь шаг за шагом да то есть поступательно здесь нету медлительности а здесь идет вот поступательность вы как будто бы для себя выбрали такую модель обучение что я не буду бегать за всем и сразу скажу а я вот как раз таки поступательно сначала я выучу это допустим если есть еще какое-то направление и оно меня интересует вот когда я закончу одно вот прям доведу до конца это дело если после этого мне еще останется желание я захочу это изучать я это буду изучать то есть здесь поступательно я помню у троечек не помню сколько времени прошло но у вас было такое знаете вот мне все интересно я везде все хочу и все по верхам вот здесь вот ваше сознание оно изменилось вы уже не идете по верхам вы уже действительно углубляетесь и углубляетесь только в то что допустим ну можно монетизировать уже сейчас да либо можно практиковать уже сейчас здесь нету такого как было у вас раньше начинаю бросаю начинаю бросая нет здесь вы научились доводить дело до конца это абсолютно новый навык у вас что тоже радует я вообще сегодня радостная такая столько энергии здесь сменилось либо люди новые пришли либо энергии здесь сменились либо и то и другое и здесь вы уже стараетесь закрываться от иллюзий я не вижу что здесь был бы страх иллюзий да вы не боитесь вот то что я сказала в самом начале да то что у нас появилось по девятке мечей у вас из вашей жизни ушли страхи я не говорю о том что вы стали неуязвимыми да и бесстрашными нет но вот то как вы раньше боялись многого сейчас уже такого нету опять же таки страх многого когда я говорю я имею в виду допустим там страх пойти в новый да там создать какой-то свой новый бизнес с кем-то поговорить с кем-то договориться с кем-то встретиться в такого формата страхи потому что по своей природе вы очень мужественны вы не боитесь у вас нету такого например если вы видите что надо защитить слабого вам абсолютно все равно кто будет в кавычках ваш враг да вы сможете ринуться в бой вот вы очень мужественны и отважны просто у вас было очень много страхов по поводу неизвестности будущего вот в этом контексте да вы ну в кавычках слабаки ну для понятия просто не потому что вы такими являетесь здесь вот эти вот страхи вы очень многие много таких страхов проработали поэтому вы закрываетесь от иллюзии да сейчас вы уже понимаете заметьте да я выложила расклад и в раскладе нету семерки мечей как было очень часто и также нету дьявола вашего любимого который очень часто выпадал ни дьявола ни семерки мечей то есть нету ни хитрости ни обмана ни какой-то вот одержимости здесь очень и очень здоровый подход к вещам поэтому вы учитесь поступательно шаг за шагом достаточно терпеливо достаточно такие знаете ну трудоспособные люди выдержаны вот и в процессе обучения от всего того что вас отвлекает вы спокойно это отрезаете в том числе лень в том числе то что можно было отложить на потом вот это вот у вас поменялось здесь мне это очень очень нравится ну круто я не знаю осень такая что ли пришла напишите мне в комментариях что случилось что энергия здесь так поменялись если кто-то знает и может не подсказать здесь очень много нового у вас появилось такое чувство что либо вы изменились еще раз скажу да либо новые люди появились не могу понять склоняюсь скорее всего к первому что энергии изменились это не значит что люди здесь перешли от одной позиции в другую нет позиции остались выбор ваш остается но вы изменились вот все абсолютно позиции сменили энергию третья позиция ушла от агрессивности стала более лояльной тем более мягкой и но больше улыбок радости что ли появилась открытость к будущему да и больше доверия вторая позиция наоборот из жертвенников превратилась в более уверенного человека более социального более экстравертного радостного да как то вот учиться коммуницировать общаться первая позиция от закрытых интровертов отшельников да которые вот мудрецы какие-то одиночки сами по себе перешли наоборот вот в какой-то такой уровень да желание жить появилась какая-то детскость от второй позиции появилась какая-то игривость радость счастье одновременно могу сказать что у кого-то как будто бы идёт знаете вот откат к детству но с хорошей точки зрения да не то что маразм начинается нет с хорошей точки зрения более лёгкие какие-то позиции а с другой стороны здесь огромный рост по первой позиции в сторону ну просветление если так можно было сказать да почему там что здесь у людей приходит понимание смысла жизни именно через радость через лёгкость через любовь то есть первые позиции всегда были такие но очень серьезные очень массивные и тяжелые люди с тяжелой энергетикой не в силу негатива а в силу большого ментального поля много знаний ну вот сейчас вот произошло какое-то обновление это не говорит о том что вы утратили эти знания а наоборот они как-то вот стали легче светлее какая-то другая форма то есть трансформация произошла в сторону изменения формы то есть как будто бы человек понял смысл жизни и отбросил все ненужное и мудрость получилась вот действительно не знаю в контексте какого-то просветления но при этом у вас нету этого учительства либо навязывания каких-то своих знаний вы просто наслаждаетесь в этих энергиях ну то есть человек который понял смысл жизни вот это вот люди по первой позиции то есть здесь вот как-то так изменились энергия неожиданная да от одного расклада к другому но я понимаю что это вот путь как минимум целого года я все время когда я вижу какие-то изменения в энергиях я говорю и абсолютно все выросли и каждый по-своему вот но энергии здесь изменились и это классно это здорово я очень рада и это вот прям радостная новость на новую неделю да с чем я абсолютно вас всех поздравляю благодарю вас всех за ваши комментарии за вашу доброту тепло любовь которую вы мне дарите через свои смайлики смайлики через то что пишите да через свои слова то что вы транслируете транслируете и то что вы остаетесь на моем канале мы вместе с вами развиваемся за что вам огромная благодарность прощаюсь всего вам самого наилучшего пока пока пока